Итоги уходящей пятницы Семейные радости в Бобрусье прошло торжественное вручение Ордена Матери Хотелось бы поздравить всех мам Первомайского района с этим замечательным праздником В чем измеряется женское счастье? Пора зажигать! Студия современного танца «Экспрэшн» завершает подготовку к отчетному концерту Стоимость билета 7 рублей, приобрести можно в кассе Дворца Искус в день концерта Какая программа? А также кадровая пятница, детская безопасность и старая кредитка Беларусьбанк продлит срок действия некоторых платежных карт Насколько? Спрос на справедливость Президент рассмотрел кадровые вопросы Александр Лукашенко дал согласие на назначение заместителей и руководителей в ряде ведомств Прокировки в министерствах промышленности, сельского хозяйства и продовольствия Антимонопольного регулирования и торговли, спорта и туризма Новые председатели также в Пружанском, Кубринском, Луниенском, Борисовском, Стародорожском и Слуцком районах Самые главные люди Я вас очень прошу, работайте с людьми Да, дисциплина, но должна быть в основе всего вашей политики и всей нашей справедливость лежать Справедливо Если люди к вам обращаются, значит надо реагировать на это Кому-то прямо сказать, что это мы делать не будем У тебя трое сыновей Иди свой забор ремонтируй Или покрась свою хату Сам или сами Но если приходит человек, которому нужна действительно помощь Ему надо эту помощь оказывать Я не заставляю вас выполнять любое желание, которое кому-то взбредет в голову Люди у нас разные Но надо четко разделять людей Кому-то надо помочь, а кто-то обойдется и сам Но всегда людям надо прямо ответить Ты давай занимайся этим Я тебе вот это помогу А здесь я вообще ничего делать не буду Во главе угла обратил внимание белорусский лидер И должна быть справедливость Дисциплина, организованность и активная работа с людьми Это краеугольные вопросы для местной власти И вновь на Беларусь обрушился гнев небес На колонии буквально за два часа ветер повалил сотни деревьев Оставил без света полторы тысячи населенных пунктов И даже стал причиной гибели двух человек Порывы достигли 31 метра в секунду Надолго ли тренд Карина Гуреевич С последствиями атлантического циклона Эльзы Белорусы разбирались не один месяц Если в городе порядок навели быстро То в лесу пришлось потрудиться Пострадало каждое третье дерево И вот снова погода разыгралась не на шутку На смену январскому урагану пришел майский Накануне ветер срывал крыши Ломал билборды и выбивал окна Порывы достигли 31 метра в секунду Не обошла стороной стихии Бобруйск Жителям пришлось наблюдать непривычное природное явление Пылевую бурю Она поднялась прямо перед тем, как пошел дождь Затем гнев небес обрушился на город Выпало 7 миллиметров А это больше половины декадной нормы Технику вывели незамедлительно Наурицкого бушующая стихия Вырвала дерево и повалила его на проезжую часть Дорогу перекрыли Сейчас здесь работают специалисты Службы были на готове Поэтому все серьезные неполадки устранили в течение дня На восстановление электроснабжения в Бобруйске Выезжали всего 10 раз А вот в районе ситуация оказалась более напряженная Порядка 70 заявок Плюс отключались и воздушные линии Очень большие порывы, падение деревьев Есть сломанные опоры Работает 8 бригад Задействовано порядка 15 единиц техники То есть весь персонал находится на устранении аварийной ситуации На нескольких улицах города образовались небольшие подтопления С таким потоком воды не справлялись даже ливневки По официальным данным в Бобруйске пострадал один легковой автомобиль Без работы не остались и спасатели На уборку поваленных деревьев выезжали больше 20 раз Также оказывали помощь гражданам в демонтаже рамы балконной и деревянной Которая находилась в аварийном состоянии В одном из пятиэтажных домов по улице 50 лет в ЛКСМ В стране без света остались полторы тысячи населенных пунктов Были задержаны поезда На счету беспощадной стихии оказались и жизни В Минске на женщину упало дерево Она скончалась на месте Подобная ситуация произошла и в Солигорске Ветреная погода прогнозируется на выходные и на всю следующую неделю Благо синоптики такие безумные сюрпризы от природы больше не предрекают Карина Гуревич, Максим Галеонко, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360 Счастливая судьба В Бобруйске прошло торжественное вручение Ордена Матери Госнаграду заслужили шесть бобручанок жительницы Первомайского района Анна Болбас, Илона Верес, Мария Гацко, Любовь Пилипенко, Татьяна Брык и Ирина Кушнер Все женщины воспитывают пятерых детей Большинство сейчас в отпуске по уходу за ребенком Для героинь цветы и слова благодарности за их бесценный вклад В преддверии праздника Дня Семьи, который будет отмечаться 15 мая Хотелось бы поздравить всех мам Первомайского района с этим замечательным праздником Пожелать им благополучия, здоровья им и всем близким Поздравил гостей Белорусский Союз женщин К слову, первый указ о награждении вышел еще в 1996-м С тех пор в стране Орден Матери получили свыше 12 тысяч героинь По доходу налог, выгодная цена и крылатые качели в стране проверят безопасность аттракционов Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре По поручению Генеральной прокуратуры во всех регионах Беларуси проверят безопасность аттракционов Игрового надувного оборудования, состояние детских площадок и парков развлечений Обратят внимание специалисты и на готовность к лету оздоровительных лагерей Беларусьбанк продлит срок действия некоторых платежных карт Это касается тех кредиток, которые перестали бы работать в период с 31 мая до конца декабря Теперь ими можно будет дополнительно пользоваться еще два года В стране уже в мае снизятся цены на овощи Это связано с укреплением белорусского и российского рубля Такое заявление сделали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли К тому же в следующем сезоне будут увеличены объемы закладки стаб-фондов на 30-40% В республике разрабатываются учебные программы для классов инженерной направленности Это связано с большой потребностью специалистов такого профиля Тем временем к 1 сентября 49 учреждений высшего образования примут около 53,5 тысяч абитуриентов Физлицы не позднее 1 июня должны оплатить подоходный налог за 2021 Это можно сделать в любом отделении банка на почте через инфокиоск либо интернет-банкинг Размер штрафа 15% от неуплаченной суммы, но не менее 16 рублей Философия космоса, хаоса и вселенной студия современного танца «Экспрэшн» готовится к отчетному концерту Коллектив подготовил зрелищную программу, в ней 28 номеров Рядом с танцорами выступят и вокалисты из Star Kids Отчетник пройдет на сцене Дворца искусств 14 мая в 17.00 стоимость билета 7 рублей Приобрести можно в кассе Дворца искусств в день концерта Сейчас в составе коллектива 70 человек, возраст участников от 6 до 30 Самой судей всего полтора года, но за это время завоевывано целый росык наград Последнее третье место в международном танцевальном конкурсе «Бизон» Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях в моем эфире каждый будний вечер Счастливо! Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин